Это не касалось населения. Социальная ориентация – это главная характеристика белорусской государственной модели. Напомнил Александр Лукашенко об этом и сегодня. Экономика Беларуси строится во имя человека, а не в интересах бизнеса, власти или чиновников. По сути, в этом концептуальном тезисе и ответ на вопрос о приватизации. Конец 20 века, когда распалось наше государство, и на обломках этого государства мы пытаемся не просто построить, мы построили наше государство, а укрепить его, что значительно труднее. Так вот, этот период ушел в историю. И гайдаровские реформы российского образца белорусам не нужны. Если кто-то хочет пройти этот этап и навязать подобные реформы в Беларуси, будь то по лекалам МВФ, будь то исходя из своих знаний и опыта, это, пожалуйста, без меня и после меня мы избрали путь социально ориентированной экономики и прямо сказали народу, что человек стоит в центре нашего внимания. Главное – это человек. И поэтому, насколько это возможно, мы будем делать все, чтобы этот человек на своей земле не был обиженным. Поэтому предложения правительства по огульной, я не говорю обвальной пока, огульной приватизации приняты быть не могут. Даже по изменению системы приватизации госсобственности. Леонид Васильевич, вы отвечаете за состояние собственности, контролируете ее, бюджет контролируете. Это два ваших основных вопроса. У нас же, по-моему, выстроена четкая система приватизации любого предприятия. Она никому не мешает. Она абсолютно адекватна сегодняшним условиям и отвечает даже рыночным требованиям. Кто хочет и с нормальными условиями приходит и предложениями сюда, он не может быть откинут. И, как вы сказали когда-то, поддержан будет государством и президентом. Но будет поддержан лишь только тогда, когда мы будем видеть выгоду. Мы определились, если инвестор приходит на предприятие или хочет приватизировать это предприятие. По такому принципу приватизировано не одно предприятие. Он приходит на это предприятие, идет в трудовой коллектив, образно говоря, и предлагает трудовому, вносит трудовому коллективу свои предложения. что будет модернизировано производство, условия труда улучшатся, зарплата будет такая, такая, такая. Если трудовой коллектив на собрании общим, потом это надо с закрытым голосованием делать, то есть еще более ужесточен этот вопрос, проголосует за те условия, которые инвестор или покупатель предложил, тогда этот вопрос рассматривает исполком местного совета, потому что это предприятие. Находится на какой-то территории. Допустим, если в городе Герои Минске, то председатель Мингородсполкома вносит вопрос на рассмотрение исполкома, потому что это меняет ситуацию в Минске. Если маленькое предприятие, то немного меняет ситуацию. Если большое предприятие, то серьезно может изменить ситуацию. И мэр Минска, исполком, даже не мэр Минска, а исполком должен видеть эту ситуацию. Если местная власть соглашается и трудовой коллектив, тогда это предприятие находится в чем-то ведомстве. Или коммунальное, то есть ополосполкома, или ведомственное, в ведении какого-то министра. Он должен знать, что происходит с его предприятием? Должен. Поэтому он рассматривает вопрос приватизации того или иного предприятия. Если министр не против, как ведомственник, этот вопрос поступает в правительство. Правительство высказывает свою точку зрения, вынося вопрос на рассмотрение президента. Вот система. Да, можно сказать, слишком долго, слишком забюрократизировано, но прозрачно и четко. И я уже на этот вопрос отвечал. Приватизация, продажа госсобственности – это самый серьезный вопрос. Мы сегодня продаем то, что не совсем нам принадлежит. Там труд наших поколений, людей, наших дедов и отцов. Поэтому надо очень аккуратно подходить к этим вопросам. Поэтому вот, пожалуйста, зачем менять систему приватизации? Зачем? Бывает, приходит инвестор с серьезнейшими предложениями, которые дают эффект мгновенный. Или завтра, или послезавтра, но дает огромный эффект государству. Он вносит предложение или правительству, или президенту. Не исключена приватизация сверху, если президент утвердит это. Так? Так. Так тоже было. И тогда президент несет полную ответственность, он и так, и так несет полную ответственность за изменение собственности того или иного предприятия. Мою позицию. Вы и народ знают. Я просто так ни одного кирпича никому не отдам. Потому что в него, в этот кирпич или в предприятие вложен колоссальнейший труд. И просто так сбагрить не получится. Даже под видом того, что вот оно убыточное. И вот надо его немедленно за какую-то базовую величину отдать. Мы уже наелись, когда отдавали за базовую величину. Что мы получили в результате? Возьмите, проанализируйте. Поэтому, вот в частности, вопрос приватизации, который так, понимаете, будируется на всех уровнях. Вот быстрее, срочно, мгновенно, немедленно надо приватизацией быть. Подлежит приватизации любое предприятие в стране при определенных условиях. При этом права человека, прежде всего, на труд, нормальные условия труда, модернизация предприятия, увеличение платы налогов в бюджет. Современное предприятие, которое производит товар, свободно реализуемый на внешних рынках, чтобы валюту получить. Нет вопросов. Мы пойдем на такую приватизацию. Иная стране не нужна. Выдержим.